Магия волос и волшебные прически. Когда мы говорим о волосах, мы понимаем, что достаточно много чего сейчас ввели нам искусственно. Мы практически не знаем ни о сакральности волос, ни о том, как привести свои волосы не просто в порядок, чисто визуально, а именно энергетически. И сегодня мы будем в этом разбираться. Взгляды наших предков на волосы были с точки зрения функциональности, о которой мы будем говорить, ну и, соответственно, связи с миром, потому что мы знаем, что «космы» — от слова «космос». То есть в первую очередь мы через волосы объединяемся со всей Вселенной, синхронизируемся с ней и набираемся определенного потенциала, эмоций, чувств, идей и всего-всего, что у нас есть в мироздании. Конечно, когда мы приходим к нашим парикмахерам, ни о каком космосе мы не будем разговаривать, поскольку сейчас условно нравится, не нравится, максимум там форма, прически и цвет, остальное всё становится прозаично, просто, ну, собственно, никто не управляет ничем. Я сегодня постаралась так составить заранее погружение в эту тему, чтобы всем было удобно, всем было приятно вернуться чуть-чуть и назад о том же, о чём я говорила, о мерах человека, о том, как их правильно использовать в разрезе, в срезе, соответственно, волос. Ну и, конечно, как это самому сделать или благодаря помощи своего парикмахера для того, чтобы пожинать плоды от того, чтобы, собственно, делать со своими волосами. Ну, хорошо. Начнём с простого, да, с истории. Конечно, всё, что есть сейчас в плане стрижек, это нововведение, потому что у нас формы, которые создаются, они никак положительно не влияют на нас. Но как сделать, чтобы формы и цвет, и длина влияли, соответственно, на нас качественно, хорошо? Каждый раз, когда я прихожу к вам, я рассказываю о мерах. В любом случае, в любом разрезе я говорю о мерах человека. Почему, да? Почему, собственно, встает вопрос ребром, почему это настолько важно, что я повторяю из раза в раз в эфире, что такое меры, как их измерить. Я даже сегодня пришла со швей на сантиметр, вот у меня здесь лежит на столе, но на всякий случай, если вдруг понадобятся какие-то уточняющие моменты, как с линеечкой для того, чтобы показать, если будут интересоваться. Ну и, соответственно, расскажу, как эти меры закладывать длину своих волос для того, чтобы пожинать те или иные плоды, информационные, духовные, душевные и так далее. Ну так вот, значит, почему, собственно, краеугольным камнем становятся наши меры? Дело в том, что когда мы хотим условно какие-то спецэффекты иметь, но я не говорю дары или ситхи, потому что в каждой религии, в каждой вере свои названия. Я буду говорить, наверное, современным языком, чтобы у нас что-то проявилось, то есть какие-то задатки, синхронизации, чтобы мы обладали тем или иным видением. Я каждый раз, когда прихожу на канал Автопост Старый, я даю ту информацию, которая помогает через синхронизацию либо с своими мирами, либо с мирозданием, либо и, и, и с тем, и с тем, для того, чтобы можно было уйти от питания, уйти от сна и добирать потенциал. Потому что каждый раз я говорю о тех техниках, которые как матрёшечка, если одну в другую сложить, если взять всё комплексом, то, соответственно, можно выйти на реализацию. То есть один инструмент, это классно, когда инструментов много, всё складывается и выстреливает. И человеку легче уйти в автономию для того, чтобы какие-то свои реализации жизненные сделать. Так вот, соответственно, наши меры являются краеугольным камнем всего и вся именно по той причине, что дальше, чем наши меры, мы пойти не можем. То есть наши меры, ну то есть вы понимаете, да, что это полостные структуры. Что такое меры? Это те рычаги физические, которые заложены у нас в теле, длина позвоночника, длина позвоночника вместе с головой, ширина плеч, например, плечо, локоть, ладонь, пальцы, дюйм, вершок, о которых мы сегодня будем говорить. Я просто напомню, те, кто смотрел мои эфиры, наверняка об этом знает. Но я напомню для того, чтобы просто плавно въехать в тему. Так вот, чаще всего косточки наши, то есть наши рычаги, почему я их называю рычаги, хотя это часть нашего тела, потому что через них мы, воздействуя, получаем на выходе какой-то результат. Именно потому что это полостные структуры. Мы знаем, что практически все полостные структуры, они звенят. То есть если есть какая-то вибрация, а вибрация у нас всё, то есть волна вокруг — это всё, и цвет, и свет, и аромат, тем более музыка. То есть всё есть волна. Наши клеточки, органоиды внутри клетки функционируют именно на микродвижении. То есть для того, чтобы создавать некие друг с другом взаимодействия, происходит движение на микроуровне. То есть всё вибрирует, всё становится в единый аппарат, который и создаёт человека. Так вот, те вибрации, которые есть в окружающем мире, это эфиры, о которых я уже говорила. То есть это у нас флагистон, аква, аэр и теплород. Это четыре основных эфира, которые присутствуют у нас здесь и сейчас. Мы с ними синхронизируемся именно через полостные структуры, через кости, через меры, которые у нас есть, рычажные меры. Соответственно, если мы эти меры повторяем в длине наших волос, то мы, соответственно, получаем некий интересный момент. То есть мы начинаем добирать тот потенциал, который у нас есть в пространстве, и выстреливая это. То есть мы обретаем то, что мы очень давно ждали, чего мы очень сильно хотели. К слову сказать, да, вот все говорят, я хочу там условно левитировать или перейти на автономию, или ещё что-то. Но наши меры не дают дары по праву рождения. То есть в нас всё есть. Единственная причина, по которой это не проявляется, первое, мы этого не хотим. И вторая причина – дефицит потенциала. Так вот, дефицит потенциала, то есть это вот как, понимаете, автомобиль. Вытащи из него условно там аккумулятор, всё, он не будет работать. То есть это основной элемент, который позволяет, соответственно, автомобилю работать. Соответственно, получается, что наши меры, отражённые в длине наших волос, позволяют на тонко-вибрационном генетическом уровне засинхронизироваться с мирозданием. Почему я сказала на генетическом уровне? Мы знаем, что любая биология, которая есть у нас внутри тела, либо снаружи тела, это ноготочки, волосики, реснички, соответственно, это всё наше ДНК. То есть мы берём на генетическом уровне, ловим через длину мер, которые мы закладываем в наши волосы, определённый потенциал, усваиваем его, и этот потенциал уйдёт уже в реализацию. В данном случае, раз я на канале автонома, то, скорее всего, это будет идти в автономию. Но я понимаю, что у нас разная аудитория вообще, кто откуда, кто случайно, кто специально. Но в любом случае будем целеполагать, что люди сюда пришли для того, чтобы именно с автономией какие-то элементы интересные, преображения взять. Так вот, собственно, что? То есть как эти меры закладываются? Вот у нас с вами была прошивка по времени. Мы знаем, что дети на гормональном уровне, они разные. У вас как раз физиолог был передо мной, я немножко послушала, очень интересный спикер. И когда мы касаемся физиологии, она вторится в энергетике. То есть у нас с вами энергетика завязана на физике, физика завязана на энергетике. То есть это одно-другое зеркало, то есть это отображение друг друга. Не бывает так, что очень красивая там словно энергетика, аура человека, и он весь такой больной. Если у человека что-то не так, либо с мерами, либо с организмом в целом, естественно, будут пробои по энергетике. То есть это завязанные вещи друг на друге. И понятное дело, что у нас есть временные циклы у нашего тела, и в соответствии с каждым временным циклом мы воздействовали на наше тело через наши волосы определенными мерами. Как у нас делились временные циклы на 4 года? Вот мы знаем интересный момент. Вот все, кто делает прививки, они, наверное, не знают этого момента, но я раскрою. Значит, это просто, чтобы понятно было, почему на 4 года все время делились временные циклы. Потому что каждые 4 года у нас идет практически полная смена парадигмы в организме. То есть включаются какие-то новые ресурсы, выключаются те, которые уже не нужны. И особенно это очень хорошо видно на гормональном уровне. Так вот интересно следующее, что с нуля до 4 лет практически не работает у ребенка иммунитет. У нас грудным скармливанием женщины занимались, то есть кормили грудью именно до 4 лет, потому что иммуноглублин А, который есть в грудном молоке, который защищает слизистые, попадал через молоко. И вот это вот обеззараживание, защита, она была. Почему? Потому что он не выделяется до 4 лет. То есть иммунитета практически нет у ребенка. Но это маленькая подробность. Я могу рассказать в срезе до 4 лет, чего нет и что появляется в районе 4 лет. Соответственно, то же самое происходит у нас и с 4 до 8, с 8, соответственно, до 12, с 12 до 16, с 16 до 20, с 20 до 24, и с 24 до 28. Вот замечено также, что человек, если он не обретает акцепитальный рост, что такое акцепитальный рост? Акцепитальный рост — это бесконечный рост. У нас в природе есть клеточки, причем и одноклеточные существа, и многоклеточные, у которых рост он постоянен. Ну то есть нет прерывания роста. И у человека раньше так было, у всей нашей популяции человеческой. Но ввиду нашего питания, рабского существования, у нас акцепитальный рост закончился. Так вот, соответственно, до 28 лет замечено физиологами, что человек растет, а потом перестает. 24-28 лет — это период, когда человек выравнивается в потенциале, и тот момент по росту, который есть, ну, соответственно, в метрах, сантиметрах, он сохраняется всю жизнь. Естественно, ввиду протрузии, там, мышечной, отсутствия мышечной активности, и еще там чего-то, конечно, с возрастом чуть меньше человек становится в росте. Ну, чаще всего, если он не занимается растяжками, спортом и так далее. Но в целом человек растет до 24-28 лет. То есть вот эта разбивка на 4 года, она показывает, это у наших предков называлось стадией. То есть внутри каждой стадии менялись прически. Это интересный факт. То есть у нас есть ребенок, мы его условно начинаем стричь, там, ну, волосики лезут в глазки, и мы начинаем стричь. Мы не привязываемся ни к мерам, ни к пониманию, зачем, почему и что. То есть вообще на возраст не обращаем внимания. А к слову это важно, потому что у нас есть точки временные, в которые стричься нельзя. Потому что мы закладываем такие программы разрушения, которые условно и взрослого человека, ребенка могут свести либо в болячку, либо в какую-то интересную ситуацию, в которой придется бороться за жизнь. Что же это за такие точки? У нас четверка, она в основе мира. Четыре темперамента, четыре типа клеток и так далее. То есть четверка, она очень интересна. Так вот, если мы возьмем четвертую часть года, то есть это 90 дней условно, и сделаем так, что мы за 90 дней, ровно за 90 дней до дня рождения, например, пойдем на стрижку, и в этот момент наслушаемся еще какой-то бытовухи, которая обычно в парикмахерских происходит. Ну, там работники салона разговаривают, или вы в каком-то будете состоянии недовольства от своей прически. То эта программа, она может на уровне подсознания войти. То есть вот эта четь, то, что у нас называлось четверть года, она на уровне стрижки работает как обрезание энергетики. Поэтому будьте осторожны. Если вы знаете, что у вас день рождения грядет, то, соответственно, за три месяца, ну, будем говорить, за 90 дней до дня рождения, плюс-минус там погрешность 3-4 дня, желательно не ходить в парикмахерскую. То есть двиньте на недельку, на дверь, для того, чтобы не попасть в эту точку, потому что, еще раз повторюсь, волосы повторяют конфигурацию нашей пауны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова